Друзья, это Реальное кино обо всём. И сегодня мы снова коснёмся темы книг Паэсия Святогорца с его письмами и мыслями, записанными его чадами, изданными вот в этих пяти томах, вот в эти белые книги. По-разному каждая книга называется. Но это одна и та же серия. Это записи его наставлений, которые его чада после его кончины издали. И есть ещё одна книга. На самом деле вот эти книги Паэсий не просил издавать, а вот эту, где его письма собраны, он именно просил издать после его кончины. О чём свидетельствует вот эта запись в этой книге? От греческих издателей. Эти письма были написаны блаженным старцем Паэсием, который почил в 1994 году. Они были подготовлены к изданию за несколько месяцев до смерти старца. Однако он просил издать их после его кончины, с приложением его завещания, удостоверяющего и подтверждающего подлинность и сохранность текста писем. Далее здесь есть имена священников, которые подтверждают. Вот с великой любовью о Христе монах Паэсий, Святая Гора. И свидетели, отцы такие-то, которые подтверждают факт оригинальности этих писем и того, что святой Паэсий, Святогорец, просил их издать после его кончины. Давайте посмотрим содержание этой книги, а потом вернемся к вот этим книгам, которые вызвали наибольший интерес у всех в сети. Вот фотографии старца. Итак, о чем же здесь написано? Миссия монаха – подготовка в миру, охранение душевной и телесной чистоты, духовное чтение, приготовление родителей, братьев и сестер, семейные обязанности, удаление от мира, избрание монастыря, монашество и мирское мудрование, начало монашеского житья, дальше послушание, подвижничество, духовное чтение, монашество, любовь. То есть, это, в принципе, письма, обращенные к тем, кто хочет принять монашество. Молитва, смирение, богословие отцы церкви, гордость, искушение, святость, рассуждение. Вот такая книга, которая издана старцам Паисия, уже после кончины старца Паисия, по его просьбе. И, как мы видим, здесь нет ничего ни про модную процедуру, ни про то, в какой лес бежать, ни в каком месте от дома, на север или на восток, или на запад, в полнолуние или новолуние, закапывать консервы. Ничего здесь нет из этого. Странно, правда? Есть только один маленький фрагмент, в этих пяти книгах, в одной из них только есть этот маленький фрагмент, я сейчас к нему вернусь, может быть, кто-то не видел предыдущие ролики. Не перечисляю, чтобы мне не забанили ролик, новомодные слова, 2003 год. Многие спрашивают, почему такая белая бумага? Ну, знаете, это не молитва слов, и я ее не каждый день мацию, эту книгу. Модные слова здесь будут. Сейчас покажу, какие, кто не видел. Все идет своим чередом. Он пишет, все идет своим чередом. То есть, быстрее хватайте что-нибудь, бегите куда-нибудь. Все идет своим чередом, пишет старец. Дальше, дальше, дальше. Я не буду это читать. А сейчас появилась еще одна ПИИП, против которой уже нашли ПИИП. Очень интересно, что старец это пишет до 1994 года, как я уже говорил. Но это единственный фрагмент, который описывает вот эту вот процедуру, которая стала так актуальна в наши дни. Так актуальна в наши дни. Но он же описывает это не для того, чтобы все боялись. Дальше, самый важный момент этого повествования, он пишет, тем, кто не примет печати, что именно он имел в виду под печатью, мы не знаем до конца. Тем будет лучше других, потому что им поможет Христос, а это непустяшное дело. Как не верить старцу, непустяшное дело. И дальше меня спрашивают, а что же дальше будет, покажите хронологию. Я заказал эту книжку, и завтра я узнаю, где закапывать консервы, с севера или с запада. Я сейчас вас разочарую. В книге говорится о духовности. Здесь ничего нет о том, что дальше будет, куда бежать, что делать. Здесь написано только о том, что соблюдайте заповеди, любите друг друга, как жить в семье, как готовиться к жизни вечной, что он ставит по главу угла, старец. А не то, куда бежать, как спасаться, какие мотыги запасать, и с какой стороны готовить амбразуру для отстрела. Ну, смотрите. Ответственность любви. Равнодушное поколение. О том, что о самом присутствии христианина уже есть исповедание веры. Подвиг добрый. Это о подвижничестве и благоговении. Сейчас мы посмотрим дальше, что же. Может быть, он здесь пишет, куда надо бежать. Нет. Глава 4. О том, что благоговением приводится вымиление Бог. О том, что даяние содержит в себе божественный кислород. О знамених времен. О том, что жертва доставляет человеку радость. О том, что отвага рождается от доверия Богу. О том, что для человека верующего мученищество является торжеством, пишет старец. А не о том, как не ставить модную процедуру. Куда бежать. Не пишет об этом ничего. Пишет, что поможет Христос. О том, что Бог промышляет о человеке. О вере в Бога и доверии Ему. О том, что Бог помогает там, где не хватает человеческих сил. Какая важная глава. О молитве о ружье крепком. О том, что монастырь – это крепость церкви. О глубочайшем смысле жизни. Последняя глава. Не пишет он хронологической последовательности о том, куда надо бежать и что делать. Это книжка том 2. Ну, а вот здесь есть том 1. С болью любовью о современном человеке. Духовная борьба том 3. Добродетели. Семейная жизнь отдельно. Он пишет, что семейная жизнь является лишь подготовкой к жизни вечной. Дальше страсти и добродетели. Понимаете, вот все хотим узнать, что же нам делать. Какого формата покупать ружье на последние времена. Какие именно консервы запасать. А старец пишет о духовности. Поэтому, кто приобрел, наверное, вот эти 5 томов, может быть, я сейчас немножко с сарказмом говорю, может быть, он разочаруется. Потому что во всех этих книгах очень большое внимание описывается именно духовному, а не практическому опыту, что же делать, когда же настанут последние времена. 2008 год. Сейчас посмотрим, какое здесь содержание. Себелюбие и его последствия. Первая глава. Себелюбие – мать страстей. Том 5. Дальше. Гордость – корень зла. Осуждение – величайшая несправедливость. Ничего нету про модную процедуру. Странно. Что же так он поясе-то не написал, в какую руку что делать. Простите меня, братья и сестры, я так немножечко еще раз говорю с сарказмом. Но, однако, с серьезностью цитирую оглавление книг. Дети себя любви и гордости. Добродетели. Одна из добродетелей. Есть одна добродетель – смирение. Любовь духовная. Несчерпаемая любовь Божией и нашей любовью к Богу. Любовь к ближнему. Любовь ко всей твари. Смотрите, о чем пишет старец. Не о том, о чем все хотят сейчас слышать в страсти. Благородство и любочестие. Дети любви и смирения. Доброе беспокойство. Доброе беспокойство, добрая тревога о добром подвиге. Тут пишет старец. Ну и еще один том. Мы откроем оглавление о том, что здесь нет ничего о войне. Ничего о войне. Том 4. Семейная жизнь. Что же здесь пишет Фаисий Издан в 2004 году? Итак, смотрим. Как создать крепкую семью? О слаженной семье. Ну, там он пишет. Я могу зачитать о том, что нужно исправить себя, чтобы найти достойного человека. А не искать достойного человека, будучи самому полностью погруженным в страсти и грехи. Пересказывая примерно о смысл статьи. Значит, второе. О том, что терпение сохраняет семью от распада. О рождении детей. О роли матери в воспитании детей. Об ответственности родителей за воспитание детей. Потрясающие совершенно книги. И помимо моего сарказма, нужно все-таки, возможно, человек, который их закажет и получит, и будет иметь в своей библиотеке, он получит те знания, которые действительно помогут ему спастись. И в жизни вечной, и в жизни временной избежать всяких неурядиц. Дети их обязанности. О радостях и трудностях. О уважении, любви детей к родителям. Духовная жизнь. Духовная жизнь в семье. Работа и духовная жизнь. О воздержании в повседневной жизни. Далее глава. Об испытаниях в нашей жизни. Приходим сквозь огонь и воду. О болезни. О том, что телесные увечья – это благословение Божие. Об этом, кстати, есть отдельно у него в этой книге. О том, что коллеги достигнут Царства и Божьего. Там объясняется почему. Очень интересно. Если хотите, напишите в комментариях. Я прочитаю. Она не очень длинная, эта глава. О духовных законах. О смерти и будущей жизни. Об отношении к смерти. О жизни после смерти. Вот так вот пишет Паисий Святогорец. Он даже не пишет, а это собрание его повествований, которые он давал своим духовным чадам. Единственная книга, которую он просил издать, как напомню уже после своей кончины, это книга его писем. Хотя она в большей степени обращена к монашеству. Однако же и мирскому там есть о чем размыслить в этой книге. И там есть очень интересные моменты, особенно вывод. Я хочу сказать, что, еще раз повториться, что в этих книгах нет хронологии. Если вы хотите узнать будущее, то там этого будущего нет. Зато есть бесценные знания о духовной жизни, которые оставил нам преподобный Паисий Святогорец. И он все-таки предполагал, что человек должен, как телевизор, который может принимать все волны, человек должен настроиться на волну Божию, праведной жизнью. И тогда ему не будет страшно апокалиптическое время последнее. И тогда он сможет противостоять духовно, быть морально готовым и физически не получить тех страданий. Потому что, прибегая к помощи Божией, как он пишет в своих книгах, как он говорит своим чадом, человек будет эту помощь получать. Причем получать физически. Я хочу сказать, что, опять же, старец пишет везде, что не надо бояться. И не надо немощными руками пытаться остановить то, что попущено Богом. То есть, нужно не рубить ветку, на которой сидишь. То есть, не грешить, а не пытаться эту ветку, которую сам же рубишь, как-то укрепить. Это бесполезно. И нужно понимать, что, опять же, старец пишет, не бойся, что помощь Божия всегда придет. Он говорит об этом. И еще хочу привести один случай, уже не связанный с Пависием Святогорцем. Мне рассказывал один опытный священник о том, что у него была женщина, возможно, она живет и сейчас, которая в 50-е, 60-е годы, 60-е, наверное, ее пытали в КГБ. Из-за отца, по-моему, что-то там произошло. Ее пытались вынудить признаться в том, чего она не совершала. Ее там избивали очень сильно. Она рассказывает о священнику. И когда она стала читать молитву Богородицы, ее продолжали избивать еще какое-то время для дачи показаний, но она перестала чувствовать боль. Говорит, я совершенно не чувствовала боли, когда я стала молиться. Поэтому, друзья мои, к чему я призывал и призываю, это настроиться на волну Бога, то, о чем говорят старцы, и попробовать соединиться с ней. А для этого есть простые инструменты, пост и молитва, и горячее желание настроиться на эту волну. Я всех поздравляю с Рождеством Христовым, желаю вам благополучия. Для того, чтобы знания духовные всем понадобились и были использованы, хочу. И хочу, чтобы никогда не понадобились знания о выживании в экстремальных ситуациях, которые, в принципе, я продолжу рассказывать, если вам это интересно, на своем канале. Всех с Рождеством, благополучия, ангел-хранителя. Благодарю вас всех за ваши комментарии и за ваше добро, вы понимаете, о чем я, и за вашу молитву, которая мне очень нужна.